доброе утро сегодня у нас 10 лекция и тема нашей сегодняшней лекции перегрузка функций и все смежные с этим вопросы а также немножко про приведение типов снова поскольку это имеет отношение к перегрузке функций тема достаточно простая в целом интуитивно понятная конечно как всегда не в языке c++ к интуитивно понятной вещи идет большой багаж сложных запутанных правил по которым она работает но мы не будем углубляться в них во всех я выложил слайды там у меня есть такая небольшая выжимка самого важного наверное но на мой взгляд из этих правил так что можно посмотреть а можно сразу тимность и референс и читать про overload resolution вот но прежде чем мы собственно приступим к перегрузке функций мы снова немножко вспомним про преобразование типов нас интересуют сегодня неявные преобразования типов поскольку это важно для перегрузки функций и раньше мы рассматривали только стандартные преобразования между базовыми типами но есть еще вариант пользовательских преобразований как несложно догадаться с участием пользовательских типов а что у нас может быть пользовательскими типами нас ими ну могут быть и ну мы конечно же но для них ничего особенного не сделать главное конечно пользовательские типы это классы именно с ними связано понятие пользовательского преобразования типов его оно может быть осуществлено в двух видах точнее реализовано для конкретного типа у нас есть класс у него могут быть конструкторы так вот любой конструктор который не помечен как explicit и который может быть вызван с одним аргументом но естественно чаще всего это просто конструктор который один аргумент принимает но может быть и какой-то такой вариант например такой конструктор тоже можно вызвать с одним только аргументом но может быть и вовсе вот такой конструктор который может принимать сколько угодно аргументов но естественно в определенном контексте он может вполне принять один аргумент так вот все эти конструкторы являются реализации пользовательского преобразования типов почему потому что тип с можно создать из значения другого типа поскольку они все не помечены как explicit то совершенно легально делать например вот так мы вызываем функцию f передавая ей значение типа int но функция f принимает константную ссылку на объект типа s поскольку это константная ссылка с ней может быть связан временный объект и компилятор здесь видит повод для преобразования типов он преобразует тип int объект типа int в объект типа s используя конструктор который мы ему дали все происходит не явно без участие программиста это совершенно штатная деятельность компилятора это был первый вариант пользовательского преобразования типов второй вариант это вот такой оператор приведения типа он имеет немножко странную форму поскольку мы обычно видели реализацию операторов в немножко другом виде вот например оператор функционального вызова это обычная функция у которой просто есть немножко странное имя которое состоит из слова оператор и дальше уже в данном случае квадратные круглые скобки так вот оператор приведения типов является исключением из этого правила поскольку ну авторы языка решили просто немножко схалявить точнее облегчить жизнь программистом какое имя у этого оператора ну видимо имя у него совпадает с тем типом к которому он приводит исходный объект значит в полной форме мы должны были бы написать как-то вот так вот что немножко грамма и убедиться еще что возвращаем значение эквивалентно имени поскольку именно к этому типу мы приводим наш объект ну в общем это конечно громоздко ну и тут естественно ничего нельзя писать то есть у такого оператора больше существенного ограничения чем у обычного оператора ну поэтому авторы языка решили упростить жизнь программистом и он имеет такую вот упрощенную форму то есть его имя совпадает с его возвращаемым типом и у него не должно быть никаких параметров однако у него могут быть некоторые спецификаторы как например я написал здесь const у него также может быть спецификатор explicit как и у конструкторов и зачем это нужно мы увидим очень скоро давайте немножко простим наш пример значит у нас здесь есть два варианта пользовательского преобразования типов первый вариант мы уже видели вторым вариантом второй вариант можно увидеть например вот так здесь функция g принимает значение типа double мы передаем ей значение типа s но у класса s есть оператора приведения к дабл поэтому компилятор его радостно использует это все неявные преобразования сколько вообще может быть неявных преобразований в одном выражении у нас есть правило на этот счет они не не очень может быть внятно читаются ну в принципе весь стандарт языка написан таким очень юридическим языком который лично мне читать местами тяжело но суть этих правил сводится к следующему что у вас может быть цепочка неявных преобразований и в ней может быть три этапа на первом этапе у вас могут быть стандартные неявные преобразования на втором этапе одно пользовательское преобразование на третьем этапе еще стандартные преобразования вот замечание про одно преобразование оно весьма важно поскольку если бы этого ограничения не было то представьте что вот можно было бы сделать с нашим классом SD ну в этом случае это не очень интересно поскольку из int в double и так можно преобразовать но предположим мы чуть-чуть усложним пример формально стринг это тоже у нас пользуется класс но почему бы и нет скажем вот так бы у нас было но здесь у нас была бы еще одна третья функция мы бы ее вызвали вот так у нас сначала сработало бы преобразование в s потом в std string и это уже выглядит немножко странным да ладно бы странным но тогда у нас получается что вот эта цепочка неявных преобразований может быть сколь угодно большой поскольку она не ограничена правилами языка в такой постановке вопроса только тем чтобы напишут программистами да спасибо артему конечно же должно быть вот так именно поэтому язык нас категорически ограничивает только одно пользовательское преобразование на цепочку неявных преобразований так что вот этот последний вариант не проходит это хорошо у нас без этого может быть немало веселья а что такое стандартное преобразование ну во первых это вот те преобразования которые мы уже видели например между числами причем к числам у нас к сожалению относятся также булл и чар хотя это по смыслу другие несколько типов также туда попадали неявные преобразования из нестрогих янумов и у меня в принципе на слайдах это описано что у нас вот эта вот последовательность стандартных преобразований может состоять тоже из трех этапов и первый этап он такой не очень интересный там может быть например преобразование функции в указатель на функцию или преобразование категории значения что нам обычно не интересно потом у нас может быть числовое расширение или числовое преобразование и еще что-то повышение квалификации ну повышение квалификации это например преобразование вот не константной LVL ссылки к константной LVL ссылки и да хотя для программиста это не очень интересно для компилятора это важно все эти правила потому что например здесь мы напишем вот так то строго говоря S здесь приведется к не константной ссылке точнее можно будет получить а потом это будет преобразовано к константной ссылке ну или если бы у нас здесь S была настоящей ссылкой то это тоже бы работало поскольку повышать квалификацию можно самое конечно полезное в этих стандартных преобразований это вот всякие числовые преобразования так вот у нас эти преобразования могут быть на первом этапе и на третьем а между ними может вклиниться польское преобразование что из этого следует не константная ссылка это ссылка по которой мы можем менять объект а константная ссылка это ссылка по которой мы не можем менять объект то есть в данном случае в функции f я не могу вызывать например методы класса s которые не помечены как конст оператор приведения помечен как конст поэтому он может быть вызван здесь вот если бы он был не помечен то его нельзя было бы вызвать и тогда бы это преобразование бы не работало вот но вернемся к нашим преобразованиям вот в самом начале где-то на 2 или да скорее всего на 2 лекции мы говорили про контекст приведения к логическому значению и тогда это выглядело немножко так странно ну точнее не очень полезно давайте посмотрим зачем эти правила понадобились языке потому что они появились в 11 ток стандарте до этого было не так до этого этих правил не было предположим у нас есть какой-то класс ну даже не знаю что здесь лучше придумать пусть будет какой-то абстрактный ресурс нас не очень интересует что это именно за ресурс сейчас но предположим у него может быть два состояния все хорошо или что-то не хорошо то есть например мы откуда ресурс получаем мы хотим проверить он годен к использованию или нет там файл не удалось открыть или же наоборот открыть то все удалось но мы например файл дочитали до конца и дальше уже читать нельзя что-нибудь в этом духе как бы нам это могло хотеться использовать ну вот у нас был бы метод какой-то use me или просто use и мы хотели его вызывать до тех пор пока ресурс в хорошем состоянии ну это же читать что-нибудь откуда-нибудь из файла по сети неважно вот можно было бы добавить сюда такой метод это принципе нормальное решение но у нас же такой гибкий язык мы хотим более лаконичного кода и более такого обобщенного похожего на работу с произвольными типами тут вроде бы условия возникает такое желание чтобы можно было сделать вот так то есть чтобы у нас ресурс сам мог сказать он хороший или нехороший и наверное уже понятно как это можно сделать определить оператор приведение к логическому типу и так будет работать ну и это используется ну довольно широко в принципе это действительно удобно код получается наглядный лаконичный интуитивно понятный все хорошо все у нас хорошо до тех пор пока у нас не получается вот так ну естественно в таком коротком коде программист это напишет сразу что специально но в большом проекте такое может где-то вылезти случайно и здесь такое преобразование будет естественно работать поскольку вся цепочка неявных преобразований первого этапа здесь нет у нас сразу пользовательский тип значит второй этап пользовательское преобразование оно у нас работает оно у нас идет к булл а затем числовое расширение хотя нет здесь наверное будет не числовое расширение а просто числовое преобразование из булл можно всегда получить int и у нас будет радостно вызвана функция g хотя по смыслу вряд ли мы этого хотели компьютер нам ничего не скажет с его точки зрения все как и должно быть но скорее всего это логическая ошибка в нашей программе чтобы ее избежать до 11 стандарта делали всякие ухищрения и ну например так вот можно ли нам этот оператор перегрузить я уже не помню ну ладно наверное можно у нас не все операторы можно перегружать мы скоро дойдем до перегрузки в том числе операторов и мы можем перегрузить многие операторы но не все до оператор этот оператор мы можем перегружать и делали вот так но вот такая запись она не очень интуитивно понятно то есть здесь вроде бы мы проверяем что наоборот что false что плохо писали вот так то есть оператор высказательный знак он у нас возвращал инверсное значение то есть если все хорошо он возвращал false а если все плохо то true а здесь применяли этот оператор дважды ну и вот так вот вот такой код можно было встретить довольно широко до 11 стандарт естественно выглядит так себе поэтому в 11 стандарте нам все немножко исправили и мы просто добавляем спецификатор explicit и вот это вот перестает работать здесь уже так нельзя а вот это продолжает работать почему а вот как раз за счет тех дополнительных правил про контекст про логический контекст вот такие например инструкции как while или if они явно требуют логического значения поэтому нам язык специально разрешает в этих контекстах вызывать то приведение типа который является эксплисит ну естественно приведение типа google и она соответственно работает только в этих контекстах вот в таких контекстах не работает то есть тут получается такое исключение из правил не явных преобразований естественно мы можем явно попросить это преобразование и тут уже комплятор нам повинуется это будет дальше преобразовываться в int в общем все как было раньше но если программист сделал static cast значит он хочет преобразовать здесь к этому типу то есть это уже явное действие и вероятность ошибки здесь существенно меньше ну хотя в какой-нибудь шаблонном коде она все-таки сохраняется поэтому да с преобразованием типов надо быть осторожнее и не плодить пользовательское преобразование без особой на то причины поскольку может быть вот так но вспоминать все стандартные преобразования мы сейчас уже не будем в принципе с числами там все более-менее понятно и эти правила мы уже обсуждали на одной из первых лекций что еще можно сказать про оператор преобразовать приведение типа он может быть всякий в том числе и например шаблонный тогда ваш тип можно будет привести к любому типом но не факт что вы этого хотите тем более если это будет работать не явно в принципе с польской преобразованиями все с ними все более-менее просто теперь перейдем собственно к перегрузке функций что это такое и зачем это нужно это очень простая вещь нам язык разрешает иметь несколько функций с одним и тем же именем причем под определение функции здесь попадает и члены классов ну я имею методы классов и операторы собственно собственно определение пользовательских операторов и называется перегрузка операторов вот все эти случаи они попадают под одно общее правило что может быть несколько функций с одним и тем же именем но естественно есть оговорка что компилятор должен понять недвусмысленно какую функцию ему в каком контексте вызывать что это значит что это значит что это сябл это сябл это сделать в почти то что мы уже видели если мы это попробуем скомпилировать у нас будет ошибка собственно мы можем даже на нее посмотреть вот ошибка такая очень человека читаемая вообще компиляторы в последние годы научились наконец-то сообщать об ошибках в понятной для людей форме потому что это не всегда было так как видите компилятор не понимает какую из трех функций ему вызывать ему подходят все функции почему они подходят нас литерал 101 имеет тип int его можно привести к char его можно привести к double его можно привести к s можно вызвать любую функцию компьютер не знает какую вызывать что было бы если бы мы написали такую функцию поменялось очень мало чего но программа теперь компилируется естественно пишет int принципе человеку понятно почему так происходит потому что это самая подходящая функция она же принимает int мы здесь передаем int вот если бы здесь было long кстати нет это наверное не лучший пример про long ну да да то же будет оставим инт но поменяем вот здесь тип используем тип который я никогда не использовал не в примерах не по-моему на практике сколько этот тип сейчас уже не очень актуален тип short а теперь у нас все компилируется хотя у нас нету функции f которые принимают short что у нас вызывается как вы думаете какая из четырех функций здесь есть два таких явных кандидата ну вызывается конечно же функция int который принимает int а почему потому что у нас есть понятие числовое расширение есть понятие числовое преобразование так вот short в int это расширение а вот там например int в long или int в double или int в char это преобразование так вот по правилам разрешения перегрузки расширение это не так страшно как преобразование и если нам нужно всего лишь всего лишь числовое расширение то такой вариант выигрывает у вариантов которым нужно полноценное преобразование вот вообще там конечно правил существенно больше но что происходит во первых компьютер естественно видит в ком контексте функция вызывается то здесь вот вызывается явно либо функция либо объект который можно вызвать как функцию дальше у нас запускается поиск про который мы говорили в прошлый раз он находит какой-то уровень с кандидатами то есть первый первый уровень где нашлись эти имена он там останавливается если это был функциональный объект то мы смотрим только на его методы если же это имя функции то мы собираем все функции с этим именем есть у нас был бы немножко другой контекст например контекста вызова оператора то мы бы искали оператора не оператора метода мы бы искали такие методы в классе компилятор здесь знает какой класс искать то есть у него здесь меньше работы может быть также то же самое с оператором например если у нас работало что такое то компилятор здесь бы искал уже перегруженные операторы в данном случае плюс причем интересно что вот в этой строчке где x плюс s компилятора бы искал операторы определенные вне класса то есть оператора свободный оператор так и члены класса x почему потому что первый аргумент оператора является сложным типом значит этот синтаксис позволяет вызвать член класса x если бы у класса x был бы оператор плюс а вот второе следует последняя строчка она здесь инициирует поиск только свободных операторов поскольку первый оперант имеет базовый тип значит у него не может быть членов членов операторов так вот во всех этих случаях работа один и тот же механизм оператор сначала находит всех кандидатов используя для этого правила поиска имен про которые мы говорили и формирует список он отсеивает из них заветомо неподходящие у которых например число аргументов не совпадает или еще что-то такое у нас остается список подходящих кандидатов но вот как в нашем исходном примере было четыре функции f и дальше нужно компилятору решить какая функция наиболее подходящая такая функция должна найтись только одна иначе мы получим вот ту самую ошибку про невозможность точного выбора и там начинают работать правила которых довольно много и у меня на слайдах есть небольшое их изложение такое сокращенное на теперь референс там полное изложение но суть примерно такая что чем меньше преобразований нужно тем лучше чем проще преобразование тем лучше соответственно компилятора ранжирует все вот эти всех кандидатов и если наверху оказался один и такого же ранга нет ни одного другого кандидата то все хорошо компилятор генерирует вызов этого кандидата здесь как видите это может быть не точное совпадение ну и есть там еще дополнительные такие вспомогательные правила что если например по преобразованием аргументов у нас есть две одинаковые функции но при этом одна из них шаблонная то предпочтение отдается не шаблонной а есть у нас обе шаблонных но одна из них более специализированная то хотя для функции это не актуально но не суть важно до шаблонов мы еще в таком объеме не дошли все равно так что в принципе эти правила более или менее интуитивно понятны но их много обычно все-таки проблем с этим не возникает поскольку ну редко когда у вас оказывается такая вот ситуация когда кандидатов много и все какие-то невнятные и сходу не понять какой же должен быть вызван ну если так происходит то это часто свидетельствует о том что у вас не очень хорошо программа написана бывают конечно всякие пограничные ситуации больших опять же проектах да но ошибки вот с поиском имя про которые мы говорили в прошлый раз они наверное чаще встречаются чем настоящие такие проблемы с с неоднозначностью когда вам самим сложно понять как какая функция будет называться зачем вообще нужна перегрузка функций чтобы давать хорошие имена потому что если есть какое-то действие которое применимо для многих типов ну логично его назвать одним и тем же именем и в языках где такой перегрузки нет вам бы пришлось плодить какие-то вот такие функции ну например если бы правда вам все эти функции были нужны что конечно неудобно то есть вам и писать больше и нагрузки на читателя больше и в местах где у вас может быть какой-то обобщенный код вы тоже не можете его написать не знает типа кроме того то же самое применимо для методов классов у вас могут быть одноименные методы класса это нормально если они по смыслу одинаковые но работы с разными типами почему бы и нет ну и естественно такой классический пример это перегрузка операторов собственно у нас есть именно за счет этого механизма за счет того что компилятор умеет выбирать наиболее подходящую функцию и перегрузка операторов это тоже удобно хотя может быть сильно злоупотреблять и не стоит но во многих случаях она удобно оператор выводов поток он практически везде используется поскольку ну это как минимум удобно для отладочной печати операторы приведения но это не то оператор функционального вызова принципе тоже можно придумать ситуацию когда у вас один и тот же класс допускает себя вызывать с разными аргументами ну в общем это разумный механизм где-то от него отказываются в каких-то языках именно ввиду от сложности с разрешением неоднозначности и прочих вещей но си плюс плюс у нас идет путем храбрых и не боится таких сложностей шаблонами у нас все будет еще сложнее поэтому у нас такой механизм есть его можно использовать естественно лучше его использовать разумно что тут еще можно сказать важный аспект вот это вот разрешение перегрузки оно учитывает только аргументы функции нельзя написать вот так компилятор не поймет какую из этих функций вызывать почему так ну в этом вот контексте который у нас можно было бы выдать любую из этих функций неважно что мы игнорируем результат возврата это легально с точки зрения языка поэтому тип возвращаемого значения не участвует в разрешении неоднозначности соответственно только по типу возвращаемого значения перегружать нельзя но с функциями тут наверное все с классами методами классов чуть интереснее ну понятно опять же по перегружать по возвращаемому значению нельзя собственно чтобы далеко не ходить мы это уже видели а вот так можно под спецификатору можно перегружать почему это не какое-то специальное правило именно для методов классов просто когда речь заходит о перегрузке методов классов то с точки зрения компилятора когда он анализирует все варианты он к списку их аргументов добавляет у себя в уме еще один неявный аргумент который является фактически объектом этого класса можно представить что здесь вот появляется ссылка на класс при этом понятно что не константные методы мы можем вызывать у не константных объектов а константные только у константных поэтому можно вот представить что неявный аргумент он выглядит вот так и понятно что это разные типы и тут уже разрешение перегрузки работает вполне однозначно а вот кстати вопрос понятно что в реальной программе этого не будет это есть только в уме компилятора но какой из этих методов будет вызван в этом простом примере а что значит обычный нас разве какой-то из них необычный да будет вызван не константным почему по тем же самым правилам разрешения перегрузки если мы вернем вот нашу модель что как будто бы у нас объект класса передается как аргумент то естественно по правилам опять же разрешение перегрузки не константная ссылка охотнее связывается с не константной ссылкой потому что здесь нам нужно строго говоря преобразование типа повышения квалификации кстати r-value ссылка будет охотнее связываться с r-value ссылками неважно константами не константную вот то есть менее охотно чем с константной l-value ссылкой и и вот из-за этого правила нас в всяких классах коллекции когда мы тут хотим вернуть итератор причем еще и разного типа нас появляется такой странный дополнительный метод себе ген он нужен чтобы запросить константный итератор там где вам этого действительно хочется но при этом у вас объект не константный другой вариант как обойтись без си бегин ну естественно обычно стоит его оформлять как просто вызов бегин потому что здесь у нас уже константность есть значит будет вызван правильный бегин как можно было бы обойтись без си бегин ну явно добавить сюда у нас константности что конечно неудобно поэтому вот стандартной библиотеке у нас все эти классы имеют три три метода для возврата итератора на начало и три метода для возврата итератора на конец бегин не константный бегин константный си бегин константный и то же самое с энд что конечно немножко громоздко но по-другому никак таковые правила разрешения перегрузки принципе чего-то более сложного для методов классов у нас нет остальное все стандартное вопрос если есть много методов отличающихся константностью аргументов как лучше сделать преобразование и один используйте с другого или копипастить код но это зависит от контекста вообще надо начать с вопроса а зачем вам нет с разной константностью аргументов то есть если вы где-то принимаете не константный аргумент значит вы хотите его как-то поменять скорее всего соответственно этот метод уже не выразить через тот метод который не хочет менять этот аргумент правильно если же реализации bp3 давайте я открою ее интерфейс предполагаемый где он у меня есть так вот вы про какие-то из этих методов говорить или про какие-то уже которые вы у себя определяете давайте посмотрим так вот это нам наверное неважно у нас тут все констант у нас есть разница вот здесь вот но смысл то здесь весьма разный поскольку здесь вы принимаете кей по r-value ссылки а значит можете сделать более эффективно чем случае с константной ссылкой кстати нужно ли нам поговорить про move семантику возможно что нужно я вот как-то так отложил ее и кое-что про нее сказал я уже не помню на какой на поза прошлой лекции у нас что-то было про это если хотите можем сегодня еще раз к этому вопросу вернуться потому что действительно для эта задача это важно довольно собственно дальше то тут тоже вся разница вот либо константная l-value ссылка либо не константная r-value ссылка эта разница сводится как раз кому семантики то есть у вас будет разная реализация этих методов вроде бы так или вы еще здесь что-то видите что я сейчас не вижу если только вот эта разница l-value r-value то давайте к этому еще раз сегодня вернемся здесь на самом деле есть другой нюанс он тоже связан с перегрузкой и он нам есть например вот здесь вот очевидно что реализация этих двух методов она будет одинаковой с точностью до возвращаемого значения потому что поиск дереве ну естественно один и тот же вы просто возвращаете либо итератор через который можно менять содержимое либо итератор через который нельзя менять содержимое и вот тут вот в этом случае действительно хочется сделать одну и ту же реализацию можно конечно делать по-разному можно как-то вынести алгоритм поиска потом он будет вам что-то возвращает там такое потом вы будете это просто преобразовать в тот или иной итератор но будет проблема что хотя по идее нет не будет проблемы если вы сделаете этот поиск константным ну как константный метод то вы сможете его вызвать и в первом и во втором случае но иногда вот в похожих случаях используют конст каст и с этим смиряются как с таким наименьшим злом либо если альтернатива это дублирование кода то уж лучше использовать конст каст вместо дублирования о чем я говорю можно сделать вот так а дальше у вас итератор не констант по идее должен уметь преобразовываться в константный итератор поскольку это очень полезно других местах ну и иногда делают вот так но если вы можете здесь выделить вот общую часть в отдельный метод и вызывать его из обеих реализации тоже конечно так сделать потому что ну конст каст всегда вызывает вопросы а почему он здесь что хотел сказать нам автор этим и так далее вот так что в принципе все остальное здесь сводится к разнице между l-value и r-value ссылками ну и давайте прямо сейчас про это поговорим немножко раз по это есть вопрос вот напишем это очень простой класс который хранит себе вектор или не вектор да пусть будет это вектор но пусть у нас будет какая-то коллекция на базе вектор мы хотим в нее вставлять элемент предположим нас пока больше ничего не интересует зачем мы это пишем не очень понятно но в ком-то более общем случае это может быть оправданно когда мы делаем такую обертку вокруг другой коллекции очевидно что мы можем написать вот так и успокоиться на этом и все будет работать если мы сделаем например вот так то большего нам в общем то и не хочется работает и хорошо но предположим мы хотим писать вот так здесь и вовсе сделать вот так что здесь будет происходить у нас здесь есть строковый литерал а здесь надо передать константную ссылку на std string будет работать неявное преобразование типов потому что у std string есть конструктор из строкового литерала у нас будет сконструирован объект типа std string и он будет связан он будет временный он будет связан вот с этой константной ссылкой она попадет сюда метод pushback будет вызван тот который принимает константную ссылку он что сделает он выделит память создаст там объект типа std string то есть новые элементы нашего вектора и скопирует туда нашу строчку но предположим мы сейчас не думаем про всякие оптимизации в реализации строк о которой я как-то упоминал предположим у нас строчка это просто указатель в памяти и размер нам вот это временное временный объект std string он уже не нужен он будет уничтожен в конце вот этого полного выражения копирование работы она не знает что то есть сюда пришла уже константная ссылка на наш объект мы должны делать честное копирование здесь то есть мы выделим заново память под эту строчку скопируем эту строчку это все поместится в наш вектор потом мы удалим временный объект сводим память там все такое зачем можно сделать лучше правильно если бы у нас здесь точнее как чтобы здесь сделать лучше нам нужно каким-то образом сказать вот нашему вектору что сейчас я вставляю в тебя временный объект ты можешь забрать у него ресурсы они ему больше не нужны чтобы нам так сказать у нас в языке появились вот те самые r-value ссылки и мы можем сделать так что здесь будет происходить создаться временный объект из строкового литерала память будет выделено все такое у нас будет временный объект типа std string он свяжется с r-value ссылкой не константный здесь внутри уже тело этой функции x выражение имеет категорию l-value поэтому мы делаем еще дополнительный std move чтобы преобразовать l-value к r-value чтобы у нас вызвался вариант pushback который принимает r-value ссылку а дальше уже когда будет вызван вызвана операция присваивания там будет вызван ее вариант для r-value ссылки и дальше мы надеемся что авторы класса std string все сделали правильно ну на это можно надеяться что здесь можно было бы еще сделать можно было бы сделать так тогда бы у нас сразу вызывался конструктор std string из r-value ссылки то есть конструктор перемещение более еще раз ко всем этим конструктором оператором присваивания мы вернемся на следующей лекции но хорошо мы побороли одну проблему но предположим у нас есть здесь какой-то объект std string а мы его так уже не можем вставлять почему потому что он не является временным объектом его нельзя связать с r-value ссылкой мы конечно можем и здесь сделать std move но мы так должны делать только если он по смыслу тут временный то есть если мы дальше его никак не используем а если мы хотим его еще раз ставить у нас будет печалька потому что у него ресурсы уже забрали он находится в каком-то валидном но неопределенном состоянии дальше его использовать уже нельзя можно в него что-нибудь новое присвоить это да но читать его уже не стоит вот именно поэтому у нас обычно есть несколько перегрузок чтобы работать и так и так принципе тут нет уже большой разницы между pushback и имплэйсбэк скорее всего ну хотя можно всегда использовать имплэйсбэк но за счет тех случаев когда это нельзя тогда мы сможем вставлять и временные объекты и не временные объекты у нас будет выбираться наиболее эффективная реализация что конечно хорошо вот вот это вот вам пригодится в некоторых ваших больших задачах но еще раз ко всем этим конструктором и оператором присваивания вернемся на следующей лекции более подробно ну да move семантика это как раз про то что мы пишем нашу программу так чтобы можно было временные объекты перемещать они временные объекты копировать тут есть вопрос про sim carving и тесты я посмотрю тесты к sim carving я честно говоря их вообще никогда не смотрел поскольку задачу оформил мой коллега и на сказать ваши предшественники решили очень быстро и них вопросов не возникло возможно это у нас сейчас вот появился статический анализ и вопросы возникли я посмотрю теста сейчас ничего не могу сказать про них вот и это естественно еще один пример зачем нам нужна перегрузка у нас могут быть немножко разные реализации для одного и того же действия которые различаются эффективностью которые мы хотим использовать тех или иных случаях очень такой характерный пример какой еще здесь можно пример придумать но это будет такой немножко абстрактный пример который мы даже комплировать не будем нас как-то в одном из примеров фигурировал протокол фикс и там мы с ним делали разные вещи но ничего не думали про кодирование сообщений про кодирование на самом деле мы сегодня тоже не будем думать но мы напишем просто примерный интерфейс который можно использовать при работе с этим протоколом этого протокола какое свойство у него есть такое xml описание конкретной структуры и структуру это может меняться то есть это по идее динамическая конфигурация можно использовать разные описания разные специализации этого протокола у вас будут разные разные содержимое ваших сообщений какой интерфейс обобщенно здесь можно сделать чтобы не переписывать еще и на c++ интерфейс каждый раз когда вы новую спецификацию подсовывать может быть что-то например такое это когда вы читаете из этих сообщений когда вы пишете ну в зависимости от вашей реализации у вас конечно может быть один класс который умеет и читать и писать но обычно все-таки их разделяет поскольку у вас есть сообщения которые идут вам на вход а есть сообщение которые вы посылаете и если вам что-то пришло на вход то вам не нужно ничего писать вам нужно из него только читать а вот то что вы посылаете вы обычно в него только пишете в принципе можно конечно оттуда потом попытаться прочитать то что что вы написали но основной действия это все-таки запись туда поэтому часто их разделяют ну понятно мы видим здесь только три типа на самом деле скорее всего больше и и не факт что вы будете именно вот в интерфейсе для пользователя этих классов так делать возможно это будет скрыто в виде подробностей реализации когда у пользователя будет просто конч шаблонной один там например get value один set value которые шаблоны параметры принимают и могут вызываться для разных типов а у вас где-то внутри уже все там как-то направляется в нужную реализацию но такой вариант возможно естественно в реальном случае вам придется существенно больше этих перегрузок написать вот пример где еще уместно перегрузки поскольку там где вы это используете компилятор всегда может выбрать нужную реализацию поскольку приведение уже между ссылками там не работает числовое преобразование то есть не может быть ссылка на булл она не может привестись к ссылке на int к счастью назначение может а вот ссылка нет поэтому у вас может быть такой код и тут уже никуда не однозначно не будет все будет хорошо работать вот здесь между этими да уже будет проблемка с тем что булл может привести к int однако поскольку у вас есть обе перегрузки то если вы эти типы используете то есть вы используете булл то будет выбрана наиболее подходящая первая перегрузка а если использовать тип int то более подходящая вторая перегрузка но тут естественно тоже могут быть проблемы в виде логических ошибок предположим предположим у нас немножко не так у нас не булл здесь а чар и у вас есть два допустим даже нам достаточно одного поля поле которое называется сайд и оно обозначает сторону заказа то есть покупаем или продаем и у нас может быть какой то такой ну пусть это будет функция main не суть важно это такой игрушечный пример у нас теги там каким то образом красиво упакованы то что мы к ним по именам только обращаемся у нас есть мы читаем какой то вэлью здесь у нас есть свитч у нас и ену мы тоже это ену в протоколе обычно у нас они тоже как-то красиво упакованы и мы тут делаем что-то разное вот все бы хорошо но программист чуть-чуть ошибся написал вот так и итак вот эти ену мы у нас типа чар ну надеюсь всем понятно в чем ошибка венумах у нас скорее всего что-то вот такое а здесь мы прочитали число и и оно будет равно например 31 но кстати еще число то все будет еще все более-менее хорошо хотя нет нет будет конечно плохо смотрите у нас у нас есть разные перегрузки да и естественно у нас в них разная логика потому что мы читаем все из текстового протокола но мы читаем по смыслу разные типы значений то есть когда мы читаем символ у нас функция нашего чтения она просто возьмет символ из этого поля и вернет его а если мы читаем число у нас протокол текстовый то мы ожидаем что там будет текстом написано какое число то есть мы возьмем сразу строчку и преобразуем его в число по правилам разбора чисел если у нас там в текстовом протоколе вы не видите разницу символ число то есть это будет наглядно если мы ну я все сообщение не буду писать у нас там будет что-то 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 и например 54 равно 1 по логике это символ 1 если мы его прочтем как число то у нас здесь будет значение 1 она у нас не совпадет ни с одним из юномов и вот это вот будет ошибка довольно неприятно почему в свитч мы делаем ретурн ну просто потому что что чтобы что-то написать 10 в этом нет большого смысла это но игрушечный пример я просто показываю одну вещь которую мы с коллегами обсуждали как раз буквально вчера я решил ее тоже здесь продемонстрировать поскольку это имеет отношение к перегрузке функций как исправить эту ситуацию мы естественно хотим чтобы нам компилятор предупреждал нас что что-то пошло не так вы здесь ошиблись но к сожалению вот то как мы написали оно все прекрасно работает здесь не так-то просто что-то придумать что первое приходит в голову раз у нас в протоколе и ну мы давайте сделаем и ну мы все плюс плюс как бы мы хотели это здесь использовать ну во первых нам нужно сделать вот эти вот buy sell членами настоящего единома то есть у нас ну может быть что то такое не очень важно сейчас почему так упаковано так вот ну естественно здесь надо еще тип задать поскольку нам тебе здесь очень важен что-то именно чар вот так вот уже будет ошибка компиляция поскольку компилятор увидит ага этот инум он строгий значит неявное преобразование к int я делать не буду я выдам ошибку значит value тоже надо делать другого типа далее увы нам перестала подходить перестала подходить наша перегрузка вот это вот который чар нам выдает поскольку у нас инум нам нужна ссылка на инум нам надо для каждого инума теперь сделать отдельную перегрузку это не очень здорово мы конечно с этим можем как-то побороться скорее всего у нас эти инумы не люди пишут это какая-то автогенерация кода этого мы можем что-нибудь замутить здесь еще с кодогенерации ну можно побороть но ну это определенные переделки и например вот у нас большая кодовая база где написано было без инумов то есть у нас это что-то вот такое это переделать уже сложнее нет вот эту часть просто переделать но переделать все места в коде где мы это поле этого типа извлекаем везде все переписать на эти инумы но это большой объем работы ну и еще раз нам придется очень раздуть количество наших перегрузок вот здесь вот в классе message можно попытаться побороться по-другому у нас это остается без изменений но мы тут сооружаем немножко шаблонов немножко шаблонов немножко шаблонов здесь же у нас меняется но на самом деле тесно нам захочется сделать тут что-нибудь типа этого ну вот тут у нас естественно нужно нам будет кодогенерация чтобы это все руками не писать но что произошло теперь у нас вот это вот значение тега это уже не просто число это у нас уже объект класса нам придется поправить кое-что здесь но суть в том что при вызове этого метода getValue мы туда передадим что-то что знает какого типа значения ожидаются как мы можем туда message наш переделать это очень просто теперь сюда попадет конкретный тип у нас естественно поскольку это шаблон у нас компилятор сам нам наделает кучу перегрузок кучу вариантов этого метода getValue и здесь будет уже выбираться нужное за счет того что у нас будет вывод шаблонного параметра автоматически о чем мы еще будем говорить когда дойдем до шаблонов у нас будет вызван нужный вариант если здесь мы передадим int хотя из шаблонного параметра у нас берется тип char у нас будет ошибка компиляция и программиста сразу видит и поменяет на char минимум изменений максимум эффекта но по крайней мере здесь естественно где-то нам хочется иметь несколько вариантов для одного и того же типа например для строки мы строку можем извлекать с копированием можем искать без копирования у нас исходное сообщение текстовое мы можем извлечь строковое поле в виде string view объекта то есть в виде объекта который просто указывает в нужную часть нашей строчки всего сообщения и не копировать это значение ну и там еще могут быть разные нюансы когда нам может захотеться явно определить несколько перегрузок для одного и того же типа поля тут да тут уже так просто не получится но с другой стороны например для строковых полей мы можем просто рядом руками написать вот эти вот перегрузки перегрузки и поскольку у нас наш тег неявно преобразуется к типу int надеюсь вы заметили этот оператор то у нас будет по-прежнему все вызываться то есть эти перегрузки тоже будут вызываться здесь мы уже напишем все например для строчек ну и так далее если нам что-то еще захочется это все будет работать параллельно друг другу то есть если там если мы например определим вот тег для какого-нибудь строкового поля я сейчас уже не помню пример хорошего строкового поля но не суть важно пусть это какой-то такой левый тег будет у нас а естественно будет шаблонный вариант этого метода для него тоже здесь будет подставлено dstring я кстати не помню наверное здесь будет здесь конфликт или не будет не не будет у нас первый же аргумент разного типа так что все хорошо но суть в том что вот по тем самым правилам разрешения перегрузки у нас этот шаблонный метод никогда не будет выбран если у нас есть подходящий не шаблонный ну и плюс за счет от того что у нас здесь первым параметром другой тип то ну кстати здесь наверное все таки будет выбран смотрите у нас мы в коде то значение какого типа используем значение типа тег с какими-то шаблонными параметрами значит чтобы вызвать вот этот метод например нам нужно преобразование у нас здесь будет ровно тот тип и std string и будет вызван вот этот а этот вообще не будет вызван вот этот вариант и он нам здесь не очень нужен здесь мы можем тогда определить просто перегрузки для дополнительных типов например для дополнительных типов к std string вот с чтением более-менее эту проблему побороли предположим нам хочется то же самое сделать для записи там же тоже могут быть сходные ошибки ну предположим у нас вся эта машинерия уже написана и вся та же самая мы пишем так же нас здесь тег ну пусть будет все то же самое мы это радостно делаем кто-нибудь уже здесь проблему ну проблема то простая нас этот тип например может быть тип char тип int тип double а мы сегодня уже видели что происходит когда у нас есть несколько перегрузок которые принимают значения тип char int double там легко срабатывает неявное приведение и у нас может и неоднозначность возникнуть где она не должна возникать и наоборот может выбраться не тот вариант то есть если мы ошиблись не в теге в типе этого тега почему-то у нас получилось так мы вызываем так тег у нас который мы здесь определили у него type поле это char значит здесь у нас сюда подставляется вместо этого всего char но компилятор радостно это вызывает передавая туда значение int потому что более удачной перегрузки у нас здесь не будет у нас вот этот тип будет разный для всех тегов ну и у нас вот та самая неявная проблема неявная ошибка она никуда не ушла она по-прежнему не явно у нас компилятор нам про нее ничего не говорит это плохо но можно сделать немножко по-другому ну поскольку здесь мы уже точно не знаем что это будет за тип предоставим это как ссылку может быть это будет ст-стринг например и ее конечно хорошо как ссылку придавать а что мы можем сделать здесь мы здесь параметризовали двумя шаговными параметрами то есть оба этих аргумента выводятся независимо друг от друга но мы же можем проверить ну и дальше у нас будет какая-то полезная нагрузка здесь у нас есть такая штука как кстати ассерт вроде мы еще в примерах не смотрели на эту штуку это ассерт на этапе компиляции то есть компилятор проверяет значение первого аргумента если оно приводится к true на этапе компиляции то все хорошо а если приводится к false то компилятор выдает ошибку и добавляет туда вот нашу строчку которую мы написали что происходит у нас независимо вводится оба этих типа и тег и value тег выводится в ну например наш тип вот этот вот точнее вот этот вот если у нас про сайт речь у него есть это будет вот этот класс шаблоны с конкретными шаблонными параметрами и type будет равен чар а здесь мы перейдем инт и значит тип value будет выведен как инт у нас будет здесь несовпадение это трейд который находится в заголовочном файле type трейд там много всяких трейдов как раз для всяких проверок на типах и если эти два типа не равны у нас здесь будет false у нас будет здесь ошибка то есть у нас этот вариант будет работать компилироваться только тогда когда мы правильные типы передаем то есть принципе то за что мы и боролись естественно опять же вопрос если мы хотим для одного и того же тега передавать разные типы что тогда делать но с этим можно отдельно разбираться в get value такой проблемы не было поскольку в get value мы ссылку принимаем а конвертации между ссылками уже не будет как я уже сегодня не по-моему говорил то есть числа образовывать друг друга можно а вот ссылки разных типов друг в друга преобразовывать уже нельзя у вас неявное приведение для ссылок будет работать только вверх по иерархии наследования классов вниз уже не будет работать неявное даже вот поэтому ссылка на ind никогда вам не явно не переобразуется в ссылку на чар например там все было хорошо в этом плане вот вот такой вот пример мы можем пробовать еще какой-нибудь пример посмотреть если вам это интересно единственное что на перегрузку ну в принципе перегрузку вот методов мы уже посмотрели на взгляд с перегрузкой функции тоже более-менее понятно обычно тут делают всякие примеры с перегрузкой операторов делать какой-нибудь тип комплекс для комплексных чисел определяют для него всякие операции арифметические я не очень уверен что в этом есть смысл что это интересно вообще потому что там будет все довольно механически у меня есть немножко другая идея какой можно было еще более сложный пример написать с перегрузкой операторов с другой стороны суть то там та же самая что и с комплексными числами хотя он более конечно сложный и чуть более интересный не знаю если в этом смысл где тут все просто и все нюансы мы уже обозначили вот эти нюансы с тем что нельзя перегружать по возвращаемому значению что можно перегружать там по спецификатору есть этот метод что надо следить за приведением типов в принципе все важные вещи мы уже посмотрели сегодня так что я не уверен что есть смысл еще отдельно еще один пример забабахивать вот что вы на это скажете можем разойтись прямо сейчас если вам все понятно мы можем еще про что-нибудь поговорить из того чего вам нужно для больших заданий в этом конечно может быть есть смысл я постарался забежать вперед везде где это было очень нужно в тот раз когда мы два примера разбирали про итератор там еще про что-то вот сегодня мы снова к move семантики вернулись в принципе вроде бы все те шаблоны которые вам нужны вот в первых больших домашних заданиях и даже во вторых мы вроде уже посмотрели без такого более серьезного обсуждения рассказать как запускать тесты к пятому маленькому заданию да тут действительно не очень хорошо получилось я вообще с ним так затянул еще что у меня все была надежда что я к нему вернусь и придумаю по-другому как там все сделать и переписать все тесты по-другому но как всегда времени не нашлось я решил уже выдать как есть его чтобы его запустить вам нужен работающий семейк потому что запускать там нужно ну через команду си тест и я рекомендую запускать как си тест 2 ви потому что так он напишет побольше всего но помимо этого вам нужно иметь в окружении работающей команды сорт ком юник то есть вам нужно по секс окружения какое-то наверное если если у вас ну как если у вас mac os или linux у вас и так все хорошо если у вас windows то тут можно поставить какой-нибудь min gv по-моему там тоже должно быть такое окружение я думаю по крайней мере что должно быть либо пойти путем в сл и получить linux окружения в windows что тоже возможно и git bash ну наверное должен поскольку там по идее эти команды тоже должны быть можно попробовать быстро погуглить ну в если я думаю что там должно быть должны быть команды. Естественно, надо попробовать, чтобы это узнать гарантированно. Но да, тут есть некоторые с этим проблемы. С этими тестами есть еще одна проблема, что не очень удобно разбираться, в чем ваша ошибка, когда они не срабатывают. Помимо этих sort.com.unique, еще, конечно же, должна быть команда div, которая там используется. Потому что там тест заключается в том, что вам дается какой-то файл текстовый, отрабатывает стандартная команда sort и ваша реализация команды sort. А потом div сравнивает два текстовых выхлопа этих команд. Так что нужно еще div. И тут надо, чтобы понять, что пошло не так, нужно, конечно же, понимать, как div вам выводит результаты. Ну и внимательно это посмотреть. Так что да, с этим, конечно, не все хорошо. Еще, что весьма важно, это то, что если вы сможете все-таки запустить тесты локально, чтобы вы их запускали с локалью C. Потому что по умолчанию, если у вас какой-нибудь Linux настоящий или Mac OS, у вас локаль будет другая. Ну, у меня тут сейчас она вообще не установлена, но суть в том, что мне вот на Mac OS надо запускать эти тесты вот так, указывая C локаль. Это важно, иначе у вас сравнение строк будет работать по-другому. Причем в вашей программе оно будет работать как C локалью, а вот в стандартной utility sort. Оно будет работать с другой локалью, и у вас результаты будут отличаться. На GitHub у нас тесты запускаются с правильной локалью, там должно быть все хорошо. Но да, тут есть неудобства с тестами. Уж извините, так получилось. Да. Но я думаю, что ваш коллективный разум должен побороть даже Windows в этом плане. Ну, вам нужно просто по секс окружения, где есть вот все эти команды и все. И в рамках этого окружения запустить C тесты, C-мейкерскую команду C тесты. В MinGV должно, по-моему, должно все получиться. Ну, и там все эти варианты на тему GitBush тоже должны работать. Ну, либо полноценное окружение Linux через VSL, как вот, например, мой коллега Федя показывал вам в вебинаре про Make, C-make и прочие вещи. Кстати, не знаю, вот как Артем сделал в Local Environment. Может быть, там тоже он уже все поборол, и там тоже уже все хорошо, и вы можете через Local Environment запускать. Может быть, это даже будет более легкий путь. Я не знаю, я не уследил вчера за этим процессом, как там все происходило. Вроде там были какие-то обновления в репозитории Local Environment, и, возможно, счастье наступило. Что у нас, кстати, в принципе, из тем осталось? У нас осталось мало лекций, достаточно всего 4. Следующая лекция, она тоже по материалу не очень сложная. Ну, там будет, может быть, побольше всего. Может быть, пример будет немножко побольше. В принципе, мы просто поговорим про всякие эти специальные методы. И, может быть, еще некоторые нюансы углубимся. Но концептуально там ничего сложного нет. И еще раз тогда, наверное, к мы в семантике вернемся. Потом у нас будет ООП, и мы снова вернемся к вопросу динамического полиморфизма. И поговорим чуть более подробно просто про все это. Хотя про большую часть этих тем мы уже, так или иначе, мы их затронули. Ну, вот множественное виртуальное наследование. На него можно еще раз посмотреть. Про RTTI чуть больше сказать. Да. Ну, вот шаблоны. Может быть, большой лекцией. Там можно много чего рассказывать, показывать. И теория там такая тоже замороченная в плане всех этих правил. Выводы шаблонных параметров и тому подобное. И опять же, я в это буду так поверхностно углубляться. Сколько там много правил. Но, опять же, в большинстве случаев работает их такое простое подмножество. Ну, осталось еще исключения и безопасность исключений. Там, конечно, тоже есть про что поговорить. Тем более, что мы особо не забегали еще в эту тему. Ну, кроме, собственно, вопроса выбрасывания исключений. Ну, с этим вам в заданиях не должно чего-то сильно очень пригодиться. Да, вопрос безопасности исключений где-то может пригодиться. Ну, вот, например, в задаче про Randomized Queue там сама задача поставлена так, что сильно безопасно ты не сделаешь там многие вещи. Не помню. Мы, по-моему, чуть-чуть про что-то такое уже говорили. Когда вот как раз у нас была лекция про память, про динамическое размещение, по-моему, у нас был вопрос, что, а что произойдет с классом, если у него в конструкторе вылетело исключение. По-моему, мы про это говорили слегка. Да, в принципе, этого должно быть более-менее достаточно. Ну, вот, не знаю, можно еще раз про это сказать. Ну, а если вот не заходить в подробности про все эти no, accept и прочее, то я скажу, что здесь можно много чего сказать. Просто нужно помнить про безопасность исключений. И что если вы пишете реализацию какого-то метода, и оно состоит из многих действий, то надо помнить, что в рамках этих действий, может быть, выброшенное исключение, ваш метод будет прерван заранее. И хорошо бы, чтобы вы не оставили ваш объект, который вы, например, в этот момент манипулируете в каком-то промежуточном состоянии. В принципе, это суть безопасности исключений. Что стараться не оказываться в промежуточном состоянии, даже если что-то пошло не так. А стараться либо восстанавливать исходное состояние, либо гарантировать, что у вас исключение не будет выброшено, либо еще что-то в этом дохе. Вот. Если хотите о чем-то еще поговорить, давайте поговорим. Либо можем просто закончить на сегодня. Ну, говорить-то можно о многом, но, конечно же, если это будет не очень предметно, это будет, наверное, не очень полезно. Вообще, мне кажется, что вы уже должны были приступить к первому большому домашнему заданию. Вам уже должно было стать, поскольку дедлайн у нас по нему, когда уже довольно скоро, вроде на следующей неделе, или даже нет. Сейчас мы это уточним. Так, дедлайны. 27 апреля. Если я ничего не напутал. 27 апреля наступает у нас во вторник, кажется. Да. Во вторник. То есть, по идее, да, вам уже должно было стать понятно, чего вам не хватает в первом большом домашнем задании. В последний день вот к нему приступать я точно не рекомендую. В прошлом году как раз вот в этот момент у нас была первая печалика с вопросами списывания. То есть, группа студентов думала, что она осилит рандомайз-кью в последний день и не осилила. И пошла по кривой дорожке. И пострадала от этого. Так что я вам рекомендую, если вы еще не приступили, то приступите сегодня. Про итераторы вопрос. И про rvalue и lvalue. Про итераторы. У нас был пример с merge-итератором. В принципе, там был пример, как сделать свой итератор. Что бы вам еще хотелось узнать про собственные итераторы? Вроде про то, как их делать, мы поговорили. То есть, какие там требования к итераторам предъявляются. И как сделать, чтобы ваш класс был полноценным итератором. Какие у вас еще есть вопросы собрать свои итераторы? Потому что, в принципе, это не самая проблемная тема, мне кажется. то есть, если вы четко представляете категории итераторов и какие требования они предъявляют. А это и на CPU-референс хорошо описано, и в моих слайдах было. то дальше вы просто выбираете категорию, которая вам нужна по смыслу в этом месте. Определяете вот те пять типов членов для итераторов. И дальше определяете просто все операции для вашего итератора. Например, для forward это будет increment, это будет разыменование. и, собственно, и все. Ну, и, естественно, копирование. И, скорее всего, в каком-нибудь B++-е вам понадобится преобразование неявное из неконстантных итераторов в константные итераторы. Тут, может быть, конечно, интересный нюанс, как вам реализовать оба этих класса с минимумом копирования кода. То есть, как побороться с дублированием кода, поскольку итератор и конститератор будут друг на друга очень похожи. Тут я рекомендую вам подумать над этим вопросом. Сколько вариантов могут быть разные? И, в принципе, будет вам полезно, если вы подумаете, как следует на эту тему. Но вообще, можно просто вспомнить, какие у нас есть методы борьбы с дублированием кода. То есть, у нас есть наследование, у нас есть инкапсуляция, когда у вас один какой-то класс что-то реализует, а потом другие классы его в себя включают, как там, например, поле. То есть, наследование тут не обязательно. У нас есть динамический полиморфизм, у нас есть статический полиморфизм. Статический полиморфизм – это шаблоны. Если вы, например, придумаете, как сделать одну и ту же структуру кода для обоих вариантов итератора и просто параметризуете это каким-то шаблоном-параметром, вы можете это в виде шаблона сделать. Потом просто через using-директиву сделать просто псевдонимы, потому что итератор и конститератор – это могут быть псевдонимами. Даже если саму реализацию вы пишете сами. С моей точки зрения итератор – это не очень сложно. Но у вас, конечно, могут быть какие-то вопросы к этому, которые мне, наверное, сложно предугадать. Поэтому, если у вас есть более конкретные вопросы, давайте их обсудим. А пока перейдем к вопросу про R-value и L-value. Что тут еще можно сказать, что мы еще не говорили в лекции про ссылки? Вроде мы говорили практически все. Суть R-value ссылок – это то, что они связываются по умолчанию с временными объектами. И именно для этого они нужны, чтобы обозначить, что сюда может прийти временный объект. И не просто обозначить, а понять это. Потому что временные объекты также связываются с константными L-value ссылками, но более охотно они связываются с R-value ссылками. Если вам не важно, какой объект к вам приходит, вы просто используете константную L-value ссылку. и с ней связывается все, что угодно. Естественно, вы не можете модифицировать объект по константной L-value ссылке. Если вам по смыслу может прийти либо какой-то просто объект, и вы с ним работаете как с константным, либо вам может прийти временный объект, и вы хотите с ним как-то по-другому немножко поработать, вот тогда вам нужно сделать несколько перегрузок методов. Сегодня мы это уже видели в примере с методом push. Нам пришлось сделать вариант push для принимающей константную L-value ссылку и метод push, принимающий неконстантную R-value ссылку. Константная R-value ссылка вам, скорее всего, никогда не пригодится. В ней нет смысла. Она у нас в языке существует только для симметрии, чтобы не надо было в язык вводить какие-то правила специальные для R-value ссылок. R-value ссылка нужна ровно для того, чтобы с ней связался временный объект, и чтобы вы могли его отредактировать. Больше она ни для чего не нужна. А что нужно отредактировать? Ну, например, взять, забрать у него его ресурсы, как мы видели. Вопрос про Randomized Queue. Нет готового интерфейса. Действительно, это повод подумать, что вам нужно. Вы пишите класс коллекции своей, подумайте, какие операции для него нужны. Потом посмотрите, что в тестах используется. Вам, вероятно, потребуется для некоторых методов сделать несколько перегрузок. Тег, кстати, там, по-моему, прописано, что он возвращает или нет. Возвращает случайный элемент и удаляет его из дека. Тут надо подумать, что из этого следует, из этой фразы, потому что здесь вариант один. Сложно сделать несколько вариантов. Вот с некоторыми другими методами, да, там могут понадобиться несколько перегрузок. Так вот, я сразу не заметил вопрос Константина про, а как такая ссылка обозначалась бы. такая это какая. А то я уже ушел, видимо, с того момента. Может быть, вам проще голосом сказать, что вы хотите. Сейчас я вас найду. Ну вот, вы сказали, что там для симметрии еще есть четвертый вид ссылки к Конст. R-Value, да. Да. Давайте действительно посмотрим. Можно, собственно, вернуть наш тот пример про обертку вокруг вектора. Есть метод push. Он добавляет новый элемент в нашу коллекцию. Можно объявить его вот так. Вот. И еще один случай. Давайте сделаем просто немножко его искусственно. В реальности он, конечно, у вас тоже может легко получиться в чуть более сложном варианте. Итак, все эти варианты работают. У вас только одна перегрузка. Но что происходит? Первый вариант. std-string создается. Это временный объект. И он будет фактически создан он у вас вот здесь. Что произойдет в pushback? У вас произойдет копирование. Ну и даже если мы здесь напишем placeback, чтобы уже не не разбираться, где там у вас будет оператор, где что, у вас будет вызван конструктор копирования класса std-string. он примет ссылку на вот этот объект x. Это будет копирование обычно. Во втором случае, что произойдет, будет больше всего. У вас на входе какой-то невременный объект s у вас будет копирование уже вот на этом этапе. Уже просто при заполнении параметров вашей функции. То есть этот объект x будет создан с помощью конструктора копирования. У вас будет уже одна операция копирования вашей строки. Вторая операция копирования вашей строки будет вот здесь. То есть у вас будет две операции копирования одной и той же строки. В третьем варианте будет фактически все то же самое. то есть x будет создан с помощью конструктора копирования 1 операция копирования 2 операция копирования будет вот внутри им place back хотим это улучшить нам не хочется иметь две операции копирования делаем вот так операция копирования становится одна во всех случаях все случаи по-прежнему работают это хорошо но нам же хотелось сделать вот случай с временным объектом еще более эффективным да мы так и делаем если бы мы здесь sd move не указали у нас вызвался бы им place back с l-value ссылкой и у нас по-прежнему здесь было бы копирование хотя мы хотим сделать перемещение и у нас еще есть варианты метода push в данном случае они не имеют большого смысла но их можно описать все все по-прежнему работает но вот в этом варианте смысла нет почему у вас все будет работать даже sd move будет по-прежнему работать но в им place back придет константная r-value ссылка константный объект модифицировать нельзя значит отобрать ресурсы у него нельзя значит будет сделано все то же самое что и в случае с константной r-value ссылкой вот почему я говорю что в константных r-value ссылках нет большого смысла вообще я думал на следующей лекции этот пример приводить но давайте может на следующей лекции чуть более подробно про это предложим у нас не строчка чтобы было вообще понятно в чем может заключаться вот эта самая выгода move семантики у нас уже был пример свой вектор пусть он тоже будет шаблон но это не суть важно и мы естественно не будем его делать каким-то полноценным и все для него операции определять прилип только несколько операций вот это у нас копирование и здесь мы что должны делать пусть у нас еще здесь есть информация в размере тут как-то так и здесь у нас будет еще само копирование то есть память то мы выделили на на счет объекты объекты скопировать так но это логично делать вот так как-то так вот это у нас копирование оно как видите не дешевое то есть мы выделяем память мы каждый элемент копируем то есть ну вот представьте что у нас x у нас не от стринг а от вектор там int например неважно естественно операция дорогая да в каких случаях можно этого избежать когда у нас есть с одной стороны временный объект мы хотели бы у него ресурсы просто забрать а как это сделать мы используем r-value ссылку чтобы понять случай когда к нам пришел временный объект временный объект скоро помрет значит мы просто копируем его указатель да ну на сайт мы никак не выиграем но важно сделать вот это чтобы когда временный объект действительно помрет он не утянул наши ресурсы за собой потому что мы его ресурсы уже себе забрали ну очевидно что эта операция гораздо выгоднее это два копирования 8-байтных значений ну на 60-битной архитектуре то есть это фактически копирование машинных слов это очень дешево ну здесь у нас будет еще два присваивания но это тоже дешево тут мы выделяем память и копируем потенциально неограниченное количество элементов понятно что эта операция выгоднее за счет того что за счет r-value ссылки мы знаем что этот конструктор будет вызван только тогда когда мы конструируем из временного объекта временный объект он может быть может возвращаться из функции да тогда когда мы делаем вот так будет вызван наш конструктор перемещения потому что компилятор видит здесь временный объект справа ну присвоение он вообще выкидывает поскольку он понимает что это инициализация нового объекта значит он выбирает конструктор конструктор с r-value ссылкой подходит лучше в этом случае здесь временный объект если пока этого конструктора не было подошел бы конструктор с константной r-value ссылкой хорошо а вот когда мы пишем всякие вот такие классы нам конечно же важно вот эту информацию о том что здесь нам пришел временный объект спустить вниз до того момента когда у нас вот появится вот такая штука есть такой штуки никогда не появится ну что поделать мы ничего не сэкономили но мы ничего не потеряли если такая штука появится мы выиграем причем возможно существенно с константной r-value ссылку ссылкой такое сделать нельзя поскольку здесь мы модифицируем вот тот объект справа константный объект модифицировать нельзя значит такой конструктор мы написать не можем для константной r-value ссылки и значит конструктор где была бы константная r-value ссылка он должен быть будет определен вот как обычный конструктор копирования никакой выгоды никакого смысла в r-value константных r-value ссылках они нужны просто чтобы не делать какие-то специальные правила в языке у вас может быть шаблоны какой-то код где вы не знаете константно не константно там все такое проще чтобы симметрия была полная то есть всего получается у нас ссылок четыре вида r-value и константно не константно формально ссылку на столько два вида но константность для ссылок очень важна вот из-за всех этих вопросов поэтому можно считать что у нас четыре вида ссылок всегда когда вам нужно просто скопировать вам нужна константная r-value ссылка и возможно не константная r-value ссылка чтобы не скопировать а переместить из временного объекта вот этот вариант вам не нужен не надо так писать в нем нет смысла он может возникнуть только когда вас будет какой-то шаблонный код когда у вас push сам будет шаблонным и вы не будете просто знать что здесь констант не константная r-value вот этот вариант с не константная r-value ссылка вам нужен только тогда когда по смыслу вашей операции вы модифицируете ваш объект входной и когда у вас операция когда вы кладете что-то в коллекцию ну естественно это очень странное поведение что вы что-то кладете но модифицируете при этом исходный вариант когда вам это может пригодиться но в каких-то других контекстах вряд ли когда у вас будет push или еще что-то похожее но у вас может быть какая-то операция которая служит для того чтобы от модифицировать тот объект который ей передали на вход что будет если вы берете вот этот вариант у вас перестанет работать последняя строчка вот это потому что здесь на вход идет константный объект он не может быть связан с не константной ссылкой и даже если у вас реализации никак не модифицирует это объекте он не будет работать поскольку по не константные ссылки можно модифицировать объект по не константной роли ссылки тоже можно модифицировать объект она будет связана только с временным объектом вот ну есть еще такой вопрос как схлопывание ссылок и передача ссылок без потери информации когда это может понадобиться понадобится вот в такой реализации класс это не понадобится вы можете написать вот так здесь это уж стоит написать вот так здесь у вас получится более широкий интерфейс чем был этот метод push начнет принимать самые разные типы если до этого в нашей реализации он принимал только те объекты типа t то здесь он может принимать любые объекты объекты любых типов это может быть вам полезно если вы хотите ну собственно чтобы не быть голословными итак вернем наш x со стрингами вот а в такой реализации вас в этом случае комплинатор сгенерирует вам специальный код для метода push который принимает строковый литерал и дальше он его передаст в конструктор класса std string то есть у вас вообще не будет создаваться временного объекта std string он будет сразу создан по месту но если у вас возникает сейчас соблазн всегда писать вот так вы иногда хотите все-таки ограничить ваш интерфейс то есть что например произойдет если давайте лишнее здесь берем просто посмотрим что будет происходить так уже должно компилироваться даже а почти вот уже компилируется отлично а теперь предположим где-то вы случайно написали вот так что произойдет уже не так читаемо не правда ли вам придется разбирать вот эту простыню ошибок почему здесь простыня потому что мы пробросили вот это значение int прямо внутрь класса std string и уже там возникла ошибка потому что нет такого конструктора если если у вас было бы вот так ошибка тоже была бы давайте давайте сделаем такой отступ чтобы было нагляднее но она гораздо более читаема вам сразу понятно в чем проблема поэтому я не рекомендую следовать вашему соблазну все делать шаблонным то что во первых у вас и код раздуется поскольку каждый шаблон это кода генерации на этапе компиляции то есть если у нас тут есть такой шаблон и метод то будет сгенерирована отдельная функция для каждого варианта типа который туда передается для строкового литерала будет сгенерирована отдельная функция для неконстантной ссылки на std string будет сгенерирована отдельная функция зачем вам это нужно в таком примере это точно не нужно лучше просто сделать два варианта пуша по логике здесь этого будет достаточно есть варианты когда вам все-таки надо по шаблону принимать например те кто дойдут до задачи open addressing hash там по-моему это есть ну скорее всего есть вам например вообще что-то уже засомневался чуть-чуть потом это должно быть вы например ну окей может быть вот этого конкретного примера у вас задачи не будет поскольку у вас задачи все-таки немножко упрощенная но предположим вы ваш хэш это ассоциативный массив там есть ключи есть значения вы что-то в него вставляете например у вас ключи это std string но вы хотите работать со строковым литералом предположим что вы хотите вставить какое-то новое значение в ваш хэш массив используя в качестве ключа строковый литерал может быть вы не хотите вообще создавать временный объект std string потому что теоретически хэш можно посчитать и от строкового литерала тоже он не должен отличаться по своей логике от вычисления хэша для std string и то и то строчки и тут если ваша реализация она умеет так делать то вам возможно захочется получать ну чтобы не плодить много вариантов практически одного и того же метода вам захочется взять шаблонный метод там делать forward и тому подобное чтобы спустить вниз вот информацию о ссылке точно еще раз про std forward зачем я его здесь использую схлопывание ссылок здесь может быть выведено сколько вариантов ссылок четыре те же самые четыре варианта ссылки то есть это может получиться константная l-value ссылка неконстантная l-value ссылка неконстантная r-value ссылка и константная r-value ссылка ну на самом деле компьютер вам никогда здесь без дополнительных ухищрений с вашей стороны не выведет константную r-value ссылку поскольку временная если временный объект то это всегда будет неконстантная r-value ссылка ну а если не временный объект то это будет l-value ссылка какая-то k соответственно может вывести как ссылочный тип потом к нему добавится еще вот эта вот r-value ссылка и будет схлопывание ссылок ну опять же помните надеюсь эти правила что если схлопывается l-value ссылка с какой-то другой то на выходе всегда будет l-value ссылка только если схлопывается две r-value ссылки на выходе будет r-value ссылка вот чтобы дальше передать вот информацию о том какая же была ссылка у вас без потери информации вам нужен sd forward это внутри просто немножко хитрый static cast ничего магического но если вам действительно r-value ссылка здесь пришла то sd forward вам поможет ее дальше передать в emplace back если же вам пришла l-value ссылка то он передаст ее как l-value ссылку типичная ошибка написать move в итоге у вас в emplace back всегда будет уходить r-value ссылка потому что sd move это преобразование к r-value ссылки и у вас будет получаться если у вас здесь вот последняя строчка где у вас константный объект все будет хорошо поскольку муфта он l-value к r-value преобразует но константность он не уберет то есть у вас в emplace back пойдет константная r-value ссылка и беды не случится он просто будет выбран вариант с константной l-value ссылкой у emplace back но вот эта вот строчка будет работать неправильно потому что сюда пришла не константная l-value ссылка sd move ее преобразовал в не константную r-value ссылку emplace back сделал move вместо копирования забрал ресурсы а вы дальше начали эту s использовать как то у вас все пошло не так как хотелось поэтому простое правило вот в таком случае когда у вас шаблонный параметр является непосредственным параметром вашего метода или функции неважно чего то используйте sd forward вот так ну если вы вообще хотите вот эту информацию про ссылочность передать дальше без потерь если вы ничего здесь не напишите у вас дальше пойдет l-value ссылка почему потому что имя переменной это выражение имеет категорию l-value чтобы помочь дальше передастся р-value ссылки надо вот использовать forward или sd move если у вас шаблонный параметр не является непосредственным параметром вашего метода как вот здесь используйте move естественно если вы хотите дальше передатировали ссылку здесь можно использовать sd forward но не нужно то есть свете особенности реализации sd forward он сработает даже здесь но не надо так делать поскольку каждый читатель об это споткнется и спросит а почему здесь sd forward мы же не делаем вот это вот передачу информации про ссылочность мы здесь просто тупо передаем r-value ссылку по крайней мере скорее всего так должно быть но почему здесь автор поставил sd forward что он хотел этим сказать в общем не надо так делать и назовем это insert что просто не спутать неважно то что у нас здесь будет в обоих случаях mpls back вот две правильных реализации и делайте так же там еще с open addressing хэшом могут начаться немножко другие сложности смотрите я очень кратко про это скажу может быть это вам и не надо задача уже просто не помню я еще не делал ревизию open addressing хэша что там я помню что я его упрощал по сравнению с такой настоящей жизнью предположим не string а pair более того не pair а pair of strings давайте уж сделаем совсем хорошо ну string здесь тоже не самый характерный например ну ладно такая у нас замороченная конструкция на самом деле это очень похоже на ассоциативный массив ассоциативный массив и действительно у вас ассоциативный массив он внутри будет хранить пары ключ значения вот мы хотим сэкономить везде где только можно предположим что у нас вообще нет строки на входе сейчас я быстро гляну какой там есть у строки конструктор интересный для нашего примера ну вот есть у нас конструктор номер 2 который создает нам строчку на вход он принимает число и символ и создает строчку из нужного числа повторения этого символа вот предположим мы бы хотели забросить в наш вот массив строчку созданную из таких параметров но при этом не создавать вообще временных объектов никаких вот наша цель вот такое что-то написать как это можно сделать нам у нас пара у нее то есть ей нужно каким образом передать параметры для создания двух разных объектов то есть мы хотим все создать по месту то есть чтобы вот единственный конструктор пары и единственные конструкторы одной строки и второй строки у нас вызвались один раз вот внутри вектора когда он новый элемент создает никого копирования никаких временных объектов вообще ничего не хотим создавать тогда нам нужно каким-то образом передать вот две группы параметров если если бы у нас было чуть проще тут все просто тут два аргумента и мы можем им а у пары есть конструктор принимающий два аргумента он из он первый элемент задас из одного варгумента второй аргумент создаст из второго аргумента все просто что здесь у нас есть много аргументов если для одного из этих двух элементов нам нужно вызвать конструктор который принимает много аргументов как тут быть Есть такая немножко неуклюжая конструкция. У нас есть специальный тип. Нам, кстати, еще тюпл нужен. Так, я на всякий случай себя проверю. Поскольку это, конечно же, не то, что вы пишете каждый день. Ну, обычно. Посмотрим на конструктор СДПР еще раз. Да, тут все так, только там чуть-чуть другая форма. Сделаем такую же форму. Да, совершенно верно. В принципе, ссылочность нам здесь не очень важна. Более того, там даже тюплые передаются не по ссылке. Почему мы это сейчас увидим? Вот. Здесь мы... Кстати, можно было чуть-чуть упростить, наверное. В этом варианте мы просто передаем все туда. Давайте делаем чуть проще. Предположим, мы только для второго аргумента хотим так делать. То есть первый аргумент у нас всегда... Первый элемент пар у нас всегда будет создаваться из одного аргумента. Такое дополнительное ограничение о себе введем. И это как раз в ассоциативных массивах более характерно. То есть здесь у нас будет все существенно проще. Даже назовем это вот как в ассоциативных массивах. Как-нибудь так. Вот. А вот здесь уже... Обратите внимание, что std piecewise construct это значение типа std piecewise construct t. Естественно, здесь мы указываем значение. А если бы мы сами писали изначальную версию, там был бы тип piecewise construct t. И вот здесь у нас уже будет... Вот так вот. Вот так вот. Страшненько немножко запись получилась. Но что здесь произойдет? В векторе создастся новый элемент типа std pair string string. И вот внутри этого элемента при его создании будут созданы два поля. Каждое поле типа std string. Первое поле будет создано с конструктором, который принимает строковый литерал. А второе поле будет создано с конструктором, который принимает два значения. Ну, то есть число и символ. И мы таким образом избежали любых временных промежуточных объектов std string. У нас все создалось по месту. Ровно один вызов конструктора на каждое поле пары. Все здорово. Работает это за счет того, что у пары есть конструктор, который на cp-reference идет под номером 6. Который принимает значения типа piecewise-construct t. У нас есть для него константно piecewise-construct. Дальше мы... Кстати, я же чуточку неправильно написал. Здесь тоже нужно forward stuple. Потому что как разделить две группы аргументов? Запихнуть их в tupel. Просто один у нас tupel здесь будет из одного элемента состоять. А вот второй уже из потенциально многих. Что такое forward stuple? И зачем тут еще один forward? Forward stuple это такая вспомогательная функция, которая вам передает tupel из ссылок. То есть избегая копирования элементов tupel. А forward здесь нужен, чтобы вот эти вот ссылки тоже передать без потери. Чтобы если нам пришла здесь r-value ссылка, чтобы в tupel запихнулась r-value ссылка, чтобы у нас в итоге в нужный конструктор пришла r-value ссылка. Ну и здесь то же самое. Вот это вам, наверное, может пригодиться в open addressing hash. Но вообще там задача чуточку посложнее именно из-за того, что там много таких нюансов. Хотя по смыслу, в принципе, hash написать это не очень сложно. Но поэтому она третья, и за нее там баллов дается вам довольно много. Конечно, вот задачу про open addressing hash ваши предшественники меньше всего решили. Но вашим предшественникам у них было немножко по-другому. Им давало... у них была возможность выбирать задачи. Вот почти никто не выбрал open addressing hash. Только от безысходности кто-то выбирал и решил ее мало людей. Хотя на самом деле задача не такая сложная. Но вот из-за этих нюансов она немножко страшновато. Надо много здесь поковыряться. Не знаю, что еще сказать про R-Value ссылки. Уже народ начал отваливаться. Уже, видимо, подустали. Мы и перерывы не сделали. Ну, я надеюсь, что вам станет дальше много понятнее. Но на следующей лекции я еще раз вернусь к вопросу максимальски. Мы как раз будем рассматривать конструкторы, операторы присваивания. Там вот мы еще раз напишем какой-нибудь вариант типа нашего вектора своего. И еще раз мы про все это проговорим. Но для B-плюс дерева вам, по идее, должно быть достаточно того, что мы сейчас сказали. Какой там, кстати, интерфейс-то? Вот как раз, чтобы уберечь вас от этих кровавых подробностей, я здесь сделал интерфейс не как у std-map. Что insert всегда принимает два аргумента только. То есть, про эти piecewise вам не надо будет думать в этой задаче. Хорошо, предлагаю на сегодня все-таки закончить. Если других вопросов нет, остальные темы дальше. Так, ага, merge-итераторы. Итераторы, что-то производное от них. Ну, зависит от вашего случая. То есть иногда, да, иногда сложно сделать итератор таким образом, чтобы он ничего в себе не хранил. А с другой стороны, если вы храните там текущее значение, ну, это какие-то затраты. И надо подумать, можно ли без этого совсем обойтись. Нельзя ли каким-то образом это значение получать на лету из вашей коллекции? Но, может быть, нет. Если это связано, опять же, с дополнительными расходами, а эта операция будет вызываться каждый раз при разименовании, конечно, разумнее в этом случае положить это значение в итератор. И менять его только при инкременте. Это возможный вариант. Надо просто уже в конкретном контексте смотреть, что лучше сделать. Сильно много, конечно, не хочется в итераторах хранить. Но если у вас задача про randomized queue, там в итераторах придется хранить. Потому что у вас в итераторе должна быть информация о перестановке элементов случайно. Естественно, каждый раз, когда вы получаете новую пару итераторов, у вас новая перестановка получается, и эту информацию надо где-то хранить. Вам придется ее хранить в итераторе, совершенно верно. Randomize queue, конечно, она такая, она более учебная задача, и на практике именно вот такую Randomize queue вы применять не будете, потому что она неэффективная. Но, тем не менее, я эту задачу все-таки оставил, поскольку там как раз много вот этих нюансов с правильной передачей ссылок и с реализацией итераторов, и это хорошая учебная задача в этом плане. Вообще, в реалистичных итераторах, конечно, надо стараться, чтобы они были более легковесны, потому что, например, стандартные функции стандартной библиотеки, которые, например, в заговорочном файле алгоритмы определены, они не моргнув глазом копируют ваши итераторы. То есть там все строится на копиях итераторов. И если копия итератора у вас дорогая операция или вообще невозможная, то вам просто возможности алгоритмы, в принципе, не подойдут, что, конечно, жалко. Потому что итераторы, они во многом нужны именно для совместимости с вот этой частью стандартной библиотеки. Ну и для рейндж-циклов, конечно. Вопрос. Можно ли в Randomize queue считать, что тип хранимого значения no throw move constructible? Нельзя. Вам может разное прийти на вход. Вы можете сделать несколько вариантов какого-нибудь метода, перегрузив его по как раз no accept. Действительно так можно делать. std-вектор имеет разные реализации перемещающего оператора присваивания. Как раз в зависимости от того, элементы имеют, не бросающие ему в конструктор или не имеют. Поэтому закладываться на это нельзя. Вы можете заморочиться и сделать несколько вариантов перегрузок какого-нибудь метода, но это не обязательно. Там вот этот метод deque, точнее его, наверное, надо как deque читать, он у нас небезопасен с точки зрения исключений, к сожалению. И с ним никак не побороться в этой постановке задачи. Я не стал ее усложнять, тем более, что у нас исключение на самой последней лекции. И вы эту задачу решаете раньше, чем мы до этой лекции дойдем. Поэтому мы просто в randomize queue эти вопросы более-менее игнорируем. Ну, в рамках, по крайней мере, deque метода. Поэтому вам, возможно, не понадобится завязываться. Потому что во всех остальных случаях, насколько я помню, вы можете сделать все безопасно без... Неважно, какой у вас тип. Да, ну да, логично, что у вас вопрос именно про deque был. Да, deque будет плохим методом с точки зрения безопасности исключений. Это правда. Просто сделайте его минимально плохим. Вот и все. Очередь у вас может остаться в промежуточном состоянии. Главное, чтобы... Ну, у вас получится, что вы элемент удалите. Потом может быть исключение. Ну, вы его, по крайней мере, корректно удалите из очереди. И больше ничего страшного с очередью не сделаете. Вот. Ну что? Закончим на сегодня? Вроде вопросы кончились. Ага. Нет, еще не кончились. Random может работать по-разному. Действительно. Из-за низкой точности. Похоже, это вопрос про percolation. Random может работать по-разному. Единственное, что... Смотрите, вот реализация генератора чисел, там вот этот Mercentwister, например, или как его там зовут, если вы его используете, по идее у него известный алгоритм. Он везде должен быть одинаковый. То есть у вас вся разница будет в исходном значении для этого генератора. Опять же, если вы все сделали правильно. А вот как сгенерировать вам исходное значение для генератора, тут да. Это большой вопрос. Если вы используете класс RandomDevice, то его реализация зависит от реализации. Действительно. И теоретически может выдавать разные значения, хотя во всех случаях должен выдавать неплохие значения. И то, что у вас где-то что-то падает, это, наверное, не с этим связано. Возможно, это связано с тем, что там все-таки мало итераций. Поскольку, когда у вас Монте-Карло, у вас гипотетически возможно, что будет очень плохая... Ну, случайные числа так сгенерируются, что у вас будет плохое моделирование и точность окажется низкой. То есть, с этим борются именно увеличением числа итераций. И, возможно, вам просто не повезло. Я тоже постараюсь на выходных еще раз на эти тесты посмотреть. Может быть, там просто надо число итераций увеличить и все. Ну, с Монте-Карло, к сожалению, к сожалению, вот так. То есть, вам могло и на Windows, возможно, не повезти. А могло повезти на Linux, если вы несколько раз запустили. Возможно, были бы разные результаты. Я постараюсь не забыть и посмотреть percolation на этих выходных. Может быть, там надо просто увеличить свою итерацию, как мы делали в самой первой маленькой задаче. Потому что там тоже была такая проблема. Да, в идеале, ну как, про random device нам ничего не говорится. Кроме того, что это какая-то штука, которая, ну, условно, по-настоящему случайна. Да, стараются использовать железный генератор, случайно числят для него, но стандарт про это ничего не говорит нам. В любом случае, это... Если вам нужна криптография, например, то лучше смотреть в другую сторону немножко. Потому что для... Вот все эти классы для криптографии они не очень надежны. Ну, криптография – это отдельная большая история. Хорошо. Еще вопросы? Вроде бы вопросы кончились. Тогда давайте на сегодня разойдемся. Я все еще не уверен, будет ли у нас лекция 1 мая. Мне, честно говоря, не очень хочется 1 мая. Но посмотрим. Тем более, что вчера внезапно выяснилось, значит, у нас вообще выходные с 1 по 10. У вас-то, наверное, это будет не совсем так. Но я еще уточню у кого-нибудь с вашей кафедры, какое у вас официальное расписание на эти все праздники. Ну что, тогда спасибо за внимание и до новых встреч. Успехов вам в больших домашних заданиях. Уже пора за них браться.